Дело в том, что девушки пару месяцев назад писали заявление с просьбой проверить отношение них, осуществляли преступления Михаилом Хачатуряном и принять по этому поводу меры. И вот наконец-то мы получили постановление, согласно которому установлено, что в отношении девочек в течение 14-го года, в течение нескольких лет, Михаил Хачатурян осуществлял преступление истязания, преступление против половой неприкосновенности. Постановление не реабилитирующее, постановление указано, какие преступления он совершал, а доказательства, какие следствие считает допустимыми, доказывающими совершение этих преступлений. Постановление называется «Об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении умершего». Дело в том, что действительно закон не позволяет возбуждать уголовное дело в отношении умершего. Это может быть сделано только, если близкие родственники Михаила Хачатуряна будут не согласны с этим постановлением. Но так как они ни раньше не заявляли в несогласии с этим постановлением, ни сейчас его не обжалуют, то, соответственно, я думаю, что они с ним согласны. Потому что, если дело будет возбуждено, возможно, вариант, что его не только не реабилитируют, но добавятся к его действиям еще несколько статей. Думаю, что они выбираются сейчас из худшего и очень худшего. Значит, для нас это постановление означает только то, что есть еще одно доказательство, что девочки находились в состоянии необходимой обороны, потому что преступления, которые он в отношении у них совершал в течение нескольких лет, носили систематический характер, длящийся характер. И если преступление носили ящийся характер, то по постановлению пленового Верховного суда они, соответственно, находились в состоянии необходимой обороны. То, что он в момент, когда они на него напали, находился в спящем состоянии, это не означает, что они напали на спящего человека. Это означает, что они просто выбрали момент, когда преступление должно было совершиться, и оно было для них неминуемо. Они просто выбрали момент, чтобы ему сопротивляться. Потому что он проснулся, и преступления бы снова продолжились. И это можно сравнить, например, с тем, что узники концлагеря Собибор, например, тоже сопротивлялись, выбирали моменты. В действии группы лиц по предварительному сговору оказали сопротивление своим охранникам. Никому и в голову не приходит судить их за то, что они убили своих истязателей, своих охранников. Здесь девочки тоже выбрали момент, соответственно, на палец с целью сопротивления. И здесь, получается, в тот момент, когда он начал совершать в отношении их преступления, это не были дочки и отец. Это был преступник и жертвой. Жертвой оказали сопротивление. А если бы он проснулся, это бы продолжилось, и жизни уже угрожала опасность, потому что старшая девочка уже от его издевательств задыхалась, теряла сознание. Было понятно, что дальше они погибнут. Они спасали свою жизнь. Это очевидно. Поэтому нельзя говорить, что спящий папа. Нет, это был преступник, который отдыхал, прежде чем совершить новое преступление. Они его предотвратили. Они спасли себя. Это не что иное, как необходимая оборона. Это означает, что... Что означает вы в судьбе работаете? Это мы будем настаивать, чтобы дело было прекращено. Потому что по нашему закону, если лицо находилось в состоянии необходимой обороны, дело должно быть прекращено. Кроме того, у нас еще был вопрос с вами, связанный с... Почему они не обращались? Да, вы меня... Да, точно. Кроме того, они не имели возможности обратиться за помощью. Родственники знали о ситуации, которая творится в семье, но никаких мер не предпринимали, хотя несколько раз девочки об этом рассказывали. Они зависели от Михаила Хачатуряна, им было просто нерезонно это делать. На их глазах в течение нескольких лет все обращения на него постоянно поступали заявления. В полицию он постоянно там задирался даже с сотрудниками полиции, угрожал им оружием. Ему все сходило с рук. Но все эти заявления приносили ему домой, рвались у них на глазах. И было понятно, что обращаться в органы, правоохранительные органы бесполезно. Кроме того, мы нашли доказательства, что у него были связи с генеральной прокуратурой и с прокуратурой округа, с высокопоставленными чиновниками. Соответственно, его, скорее всего, его прикрывали эти люди. С этим вопросом мы еще будем разбираться. Мы сейчас почитаем материалы дела, но, скорее всего, этот вопрос мы тоже будем поднимать. Поэтому девочкам было совершенно очевидно, что у него есть какие-то покровители, и обращаться тоже бесполезно. И что куда бежать они не могли, они полностью от него зависели материально и жили. И он этой зависимостью пользовался. Поэтому, конечно же, сейчас извините. Общественное движение, есть марш в системе, это все вам помогает? Конечно. Это позволило дело передать уровнем выше, и расследование шло достаточно объективно. По делу оно не рутинное. По делу действительно было проведено много экспертиз. Мы со следствием разошлись только в одном, в квалификации. Они это квалифицируют как убийство по предварительному сговору группы лиц. Мы это квалифицируем как необходимая оборона. Для необходимой обороны не имеет значения, группы лиц они действовали, либо раздельно они действовали. Это может иметь для превышения необходимой обороны значение. Для этого надо установить, что необходимая оборона была, а потом смотреть, было превышение или нет. Они могли хоть танк пригнать и стрелять начать в стадии необходимой обороны, потому что нападение было неизбежно, как я уже сказал. И они этому должны были сопротивляться. И у них такое право есть, и никто его не имеет права отбирать. И также вы исключаете мотив получения наследства? Конечно. Они отказались от наследства. Да и наследовать там на самом деле, что старый бэушный автомобиль какой-то. Ну, о чем это? Смех какой-то. Все эти корыстные там... Поначалу пыталась потерпевшая сторона спекулировать с этой темой, с которой корыстный. Но на самом деле там, собственно говоря, наследства никакого нет. Он не такой прям был богатый и обеспеченный. Все деньги он тратил на поездки в Иерусалим. Он показывал себя как-то набожным человеком, хотя это было абсолютно не так. Он был абсолютным злом. И как любое зло, он себя маскировал. Давал кому-то деньги, дарил, но направлял их не на благие цели. Там, допустим, на девочек, на воспитание девочек. Оно вот маскировалось таким образом, раздаривая. И о нем говорят все соседи, все, кто его знал, люди независимые, там, учителя в школе девочек. Там, вплоть до охранника магазина. Все о нем назывались негативно. О нем позитивно отзываются только его родственники, которым он давал деньги, и только те люди в церкви, которым он давал деньги. Те, конечно, о нем позитивно отзываются. Оно и пообъяснимо. Корыстный интерес на самом деле не у девочек был, а у других людей.